появилась в мире, Духа Божия и Духа заблуждения, узнавайте так. Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это Дух Антихриста, о котором вы слышали, что Он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас, кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то мы узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Ярос, послание, апостолы, а на чтение. Братья, возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителям мира. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь, и пребывающий любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Первое послание апостола Иоанна. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, то это лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первая беседа Святого Иоанна Златоустова на второе послание к фессалоникийцам. И он говорит здесь, начало греха – гордость. «Почтимся все удаляться от пагубнейшей страсти гордости, чтобы мы не подпали одинаковому с дьяволом осуждению, чтобы мы не подверглись одинаковому с ним наказанию, чтобы мы не сделались причастниками его мучений. Епископ не должен быть из новообращенных, говорит апостол, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Первая Тимофея, 3 глава, 6 стих. «То есть возгордившийся понесет равное с дьяволом наказание. Начало гордости удаления человека от Господа». Сераха, 10 глава, 14 стих. «Начало греха – гордость». Здесь же стих 15. «Первое побуждение и движение козлу, впрочем, может быть и корень, и основание, ибо начало может означать или первое побуждение козлу, или основание его. Так, например, воздержание от зрелищ может быть названо началом целомудрия, то есть первоначальным побуждением. Но если мы назовем началом целомудрия пост, то здесь начало будет означать основание или опору. В таком смысле и гордость есть начало греха. С нее и начинается всякий грех. И в ней находит свою опору. Потому что сколько бы мы не совершили добрых дел, этот порог не позволяет им укрепиться в нас и неразлучно с нами пребывать. Но подобно какому-либо корню препятствует им оставаться в нас непоколебимыми». Это видно из следующего. «Смотри, какие дела творил фарисей. Между тем, это не принесло ему ни малейшей пользы. Ибо он не от всего корня, который и разрушил все. От гордости происходит презрение к бедным, страсть к деньгам, властолюбие и словолюбие. «Гордый человек расположен мстить за обиды, ибо гордый не может равнодушно переносить обиды ни от высших, ни от низших. А кто они переносит, спокойно обид, тот не в состоянии переносить и несчастье». Смотри, каким образом гордость есть начало греха. «Но как началом гордости может быть незнание Бога?» Очень просто. «Ибо кто знает Бога так, как нужно знать, кто знает, до какой степени Сын Божий смирил себя, тот не превозносится. Ибо гордость ведет к надменности». Скажи мне, отчего враждующие на церковь Божию говорят, что они знают Бога? Не от гордости ли? Видишь ли, в какую пропасть вергло их незнание Бога? Если Бог любит дух сокрушенный, то, напротив, Он противится гордым, а смиренным дарует благодать. Итак, нет зла равного гордости, она превращает человека в демона, наглого, богохульствующего, клятва преступника. Она возбуждает в нем жажду убийства. Человек надменный постоянно сокрушается скорбью, постоянно досадует, постоянно сетует. Ничего не может утолить его страсти. Если бы даже он видел, что царь униженно преклоняется пред ним и благоговеет, то и тогда не удовлетворился бы этим, но еще более воспламенялся бы. Подобно тому, как сребролюбцы, чем больше приобретают, тем больше жаждут, так и гордые. Чем больше они пользуются честью, тем больше желают ее. Страсть их постоянно возрастает, ибо она и есть страсть. А страсть не знает предела, но прекращается только тогда, когда убьет того, кто одержим ею. Разве не видишь, что люди, одержимые так называемым волчьим аппетитом, постоянно голодают, ибо это страсть, как утверждают врачи, приступившая естественные пределы. Подобным образом и люди неумеренно любозначительны и пристрастны к учениям, и следованием, сколько бы они не обогащались познаниями, не останавливаются ни на чем, ибо это у них страсть, не имеющая границ. Опять те, которые находят наслаждение в любое деяние, не умеют положить конца своим желаниям. Блуднику сказано сладок всякий хлеб, он не перестает, доколе не умрет. Сираха 23 глава 23 стих. Ибо это страсть. Впрочем, хотя страсти и составляют некоторого рода недуг, однако они неизлечимы. Напротив, они способны к уврачеваниям и даже больше, нежели телесные недуги. Если только мы захотим, то можем потушить их. Как же можно потушить гордость? Нужно для этого познать Бога. Ибо если она происходит от незнания Бога, то когда мы познаем Господа, от нас удалится всякая гордость. Подумай о деянии, по мысли о тех, которые гораздо лучше тебя. Подумай о том, насколько ты виновен пред Богом. Если подумаешь об этом, то скоро укротишь свой разум. Скоро смиришь его, подумая о настоящем, о природе самого человека, о том, как ничтожен человек, когда увидишь человека мертвого, то размысли при этом о ничтожестве всего настоящего, о том, что он ничем не отличается от тени и сновидения. Подумай о людях, владевших великими богатствами, которые совершенно разорились во время войны. Посмотри на дома великих и знаменитых людей, а теперь исчезла и память о них. Каждый день, если захочешь, ты можешь находить подобные примеры смену пролителей, отобрания в казну имущества богатых. Многие из властелинов сидели на земле, тот же, о ком не думали, носит венец. Сираха, 11 глава, 5 стих. Что скажешь? То, что ты наделен разумом, но вот у тебя и разума нет, ибо гордость есть признак неразумия. Отчего же ты превозносишься? Благоразумием ли своим гордишься? Но гордость не свойственна благоразумию. Напротив, через нее ты лишаешь себя права носить название благоразумного. Поэтому обуздаем наши помыслы, будем скромны, смиренно-мудры, кротки. Ибо таких особенно ублажает Христос. Блаженный, говорит он, нищие духом. Матфея, 5 глава, 3 стих. И опять научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Матфея, 11 глава, 29 стих. Для того и умыл он ноги своим ученикам, чтобы показать нам пример смиренно-мудрее. Постараемся из всего этого извлечь для себя пользу, чтобы мы могли получить благо обещанное любящим Господа. Христос воскресе! 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 Господи Иисусе Христос и Небожий помил нас. Ай, Споди